В большинстве водоёмов уже видны первые признаки хрупкого льда. Чёрный лёд, рыхлый лёд, проталины у берегов рек или заливов. Говорят о том, что начался процесс разрушения. Этому способствует и сильный ветер. При этих обстоятельствах на лёд выходить нельзя категорически. Провалившись под него в ледяной воде можно прожить в среднем 15 минут. Первое, что нужно сделать, если рядом с вами кто-то оказался в такой беде, позвонить по телефону спасательной службы 112. Спасатели имеют в своём арсенале специальную технику и приспособление. Зачастую добираются до пострадавших пешком или ползком. В любом случае прибытие помощи потребует определённого количества времени, отметил Юрий Паньков. Спасатели продемонстрировали, что имеют в своём арсенале специальную технику и приспособление для спасения человека. Ведь зачастую добираются до пострадавших пешком или ползком. В местах традиционного выхода на лёд будут организованы патрульные группы в составе представителей органов внутренних дел, административных комиссий, спасателей. Будут перекрываться места выезда на лёд автомобилей, чтобы исключить провалы людей и техники. Но если вы провалились под лёд, необходимо не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не уйти под воду с головой. По возможности перебраться к тому краю полыни, где течение не унесёт вас под лёд. Попытаться осторожно, не обламывая кромку без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться в ту сторону, откуда пришли, ведь там лёд уже проверен на прочность. Любителям зимней рыбалки и заездов по акватории спасатели ещё раз говорят, выход на лёд сейчас крайне опасен. В связи с плюсовыми температурами он активно разрушается, а отдельные льдины уносят течением в открытое море и призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем. Тем временем Приморский парламент обсуждает изменения в краевом законодательстве о привлечении к административной ответственности лиц, которые нарушают правила поведения на воде. И, возможно, в скором времени людям выходить на лёд помешает угроза штрафа. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.